Папа Франциско открыто выразил обеспокоенность по поводу развивающегося кризиса в Афганистане, где через 20 лет талибы вернулись к власти. Присоединяюсь к единодушной озабоченности ситуации в Афганистане. Я прошу всех вас молиться вместе со мной, Богу мира, чтобы шум оружия прекратился, и решения были найдены путем диалога. Только так пострадавшее население этой страны, мужчины, женщины, старики и дети, сможет вернуться в свои дома и жить в мире и безопасности при полном взаимном уважении. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал талибан немедленно прекратить наступление и вести добросовестные переговоры в интересах Афганистана и его народа. Это страна, которая трагически пережила целые десятилетия конфликтов. Афганистан переживает еще одну хаотичную и отчаянную главу – невероятную трагедию для своего многострадального народа. В минувшие выходные сотни людей собрались в аэропорту Кабула в надежде бежать из страны. Тысячи афганских беженцев сейчас движимы страхом, неуверенностью и глубоким чувством покинутости. Мы не в счет, потому что родились в Афганистане. Я не могу удержаться от слез. Мне нужно вытереть слезы, чтобы снять это видео. О нас никто не заботится. Мы обречены медленно умирать. Разве это не смешно? Представитель Организации Объединенных Наций сказал, что женщины и дети составляют около 80% из почти четверти миллиона афганцев, вынужденных бежать из страны. И что последствия конфликта для женщин и девочек вызывают особую озабоченность. Помолившись за мир в Афганистане, Святейший Отец выразил свою близость с народом Гаити после недавнего землетрясения силой в 7,2 балла, поразившего эту страну. Хочу выразить свою близость к дорогим людям, пострадавшим от землетрясения, вознося свою молитву Господу о жертвах. Я одобряю оставшихся в живых, надеясь, что международное сообщество окажет помощь. Очаг землетрясения находился примерно в 80 милях к западу от столицы страны и был сильнее землетрясения силой в 7 баллов, которое разрушило Гаити в 2010 году. Святейший Отец произнес молитву за Гаити. Давайте вместе помолимся нашей матери за Гаити. Радуйся, Мария. В праздник Успения Пресвятой Девы Марии Папа Франциск призвал нас последовать примеру смирения Марии и пригласить Бога в нашу жизнь. Секрет Марии – смирение. Именно ее смирение привлекло к ней взоры Бога. Бог превозносит нас не из-за наших даров, нашего богатства или того, насколько хорошо мы поступаем, но из-за смирения. Бог любит смирение. Он призвал паломников на площади Святого Петра посетить Марианскую святыню и предложил им молиться перед одной из его любимых икон в базилике Святой Марии, спасительнице народа римского. Римская святыня. Римская святыня. Б당 БДМц. Продолжение следует...